привет друзья давно не виделись а столько новостей столько путешествий у меня уже было надо все вам рассказать и про снегоход опыт поломки и про корюшку в октябрьском и про мой новый зимний костюм он наконец-то уже пришел и прошел боевое крещение вести много рыбы мало кадров наберем эмоции полные карманы начнем сначала первой поездки в октябрьский на новогодние праздники большой компании семьями в лютый мороз морозяка страшно машина завелась со второй попытки ульта интересно как заведется на штырчик мороз как раз минус 30 у него там на наклейках прямо написано ниже минус 30 производитель не гарантирует завод ну и что первый запуск ну что пробуем не хочет дело было 5 января за бортом в октябрьском поутру минус 30 а ехали мы в ночи температура на градуснике машины за 30 опускалась с окачах мы приехали на боженку компания на машине на цирке 6 километров проехала поселка мороз страшненный море он все парит сейчас помогу палатку перевести и пойдем рыбачить на крючок хорошо видите ему и дорогу не нужно сел да поехал 40 километров достаточно быстро грузимся а а а а а а а а катаемся везде в поисках рыбы на второй речке были вот сейчас на тракторе и на экран кто как вызывает нету народу не так много но тоже все ездят ищет и мы вдвоем катаемся с юлькой на тырки нормально двоих везет 35 километров в час люди комфортом нехорошо сейчас до озера надоедем надо же рыб найти на жарёху вот мы где-то уже на озере на горелом и тут тоже кошкины слезы киток пузанков да по зубарик по одному с юкой поймали первый выезд первый день кого 10 кого 15 и так по всей речке на следующий день было примерно то же самое по большей части накатались но ничего даже такие несущественные уловы дают достаточно хорошие эмоции и впечатления а а второй. Все то же самое. И мороз минус 30 на рассвете. Поклевала рыбка 10, чтобы поймали. Был еще толчочек в обед. Я в это время был в поисках рыбы, пропустил его. Я ничего не нашел. Наша компания еще увеличилась. Подъехал Вовка с Нартой и тоже софтел с капитаном. Собственно, он-то надоумил меня на покупку данного снегохода. Он уже владеет им года три, наверное. Перебрался, что-то можно. Побег 250, 248. Ну и что из криминала было? Покатал на Нарте. Нарта Вязвлга. Такая интересная штука, очень легкая. Сделана без единого гвоздя, без единого шурупа. На веревках все. Стелс с ней едет, дай бог. 35-40 километров. В принципе, как пустой. Я тоже хочу такую штуку и палатку повозить, и товарищей буксиром. Как вам ехалось? Отлично. На поселку так поедете? Конечно. Хорошо. Ну вот и все. Новогодняя рыбалка. Прошлые годы было явно лучше. На третий день я даже не вставал. Оказалось и не зря. Таким образом, вдоволь не наловившись, спустя полторы недели в двадцатых числах мы с Семеновичем поехали опять. 19 января. На носу двадцатое. Вешаем тырчика нашего и на заправочку. Все, мы заправились, отъезжаем с тридцать четвертого километра. Большой привет сердечный, пламенный передаю оператору заправки. Она, как всегда, по закону подлости собиралась закрываться на пересменку, но вошла в наше положение и машину заправили из заход и канистру. Всего едем 250 километров до Октябрьского прямой путь. Дорога ночная, свободная. Долетим быстренько. Еще подумаем, на перехах останавливаться, нет. А впереди нас ждет не просто рыбалка в Октябрьском, как обычно, а большой рассказ про новый костюм Хигаши. Новая модель. Да, я стал его счастливым обладателем. Пройдет боевое крещение, как оно, как держит ветра Охотского моря и мороз. Все расскажу, как есть, все покажу. Надеюсь, с рыбкой нам повезет. Едем. Настоящий рыбацкий поселок. Октябрьский. Три с половиной часа. Время пол третьего ночи. И мы доехали. Чфу-чфу-чфу, без происшествий. Прицеп на месте. Мы же не проверяли. Чехол в большой доле вероятности тоже не улетел от снегохода. На девятке никто не сидит в пол третьего ночи. Поземка подувает. Так, мне кажется, это потому что снег рыхленький, пухленький. Хотя нет, вон там вентиляторы, ветряки вращаются. Все, сейчас нарту проверим, вещи занесем до спать до утра. Восемь выезд. И за рыбой. Говорят, на Горелом, на озере хорошо клюет. Ну, как всегда, вчера. И послезавтра. Потому что завтра мы еще здесь, а послезавтра мы уедем, и она будет клевать. Куда, блин, собрались? Ну, так. Влаго на снегоходе, а не на машине. Кстати говоря, хороший чехол с Вайлбереста, 2000 рублей, самый большой. Ссылочку потом кину. Нормально. Дешево, сердито закрыл. Свои функции выполняет. Ладно, грузим. Чудистые люди. И палаточки, и вот еще пришли. Ну, что, мы едем. Едем сквозь белую углу. Останавливаемся местами. Нарта в потемках, мы думали, вязанка, а оказалась грузовая. Тяжелая. И доход еле-юдинский. 25 километров греется. И вот мы местами останавливаемся, пробуем различные места. Думаю, Семенович, ты только поймал. Я тоже одного заборяю куланка. По весу одинаково. По весу, наверное, одинаково, да. Комфортно. Вот теперь, ну, какой теперь, наверное, где-то минус 8-10. Ветер, снег. Вот. Народов на реке очень мало. Ну, а нам, что, нам главное, чтобы рыба была и без происшествий. Следующая остановка, наверное, будет вход в озеро. Ну, что, мы доехали до Горелово. Медленно с остановками, как видите. Вот, кстати, стекло-то. Вот, приехали. Типа, сначала что-то ничего-ничего. Потом потихонечку поклевывает. Ну, парень, нет-нет, попадается. И пуданок. Рыба шевелится. Прямо прозеет. Ветер, снег, мороз. Да и ничего. Главное, что рыбу клюет. А погода дело десятое. Тем более, когда хорошая экипировка. Как я и предполагал на эту поездку, мой новый костюм Higashi Winter Air SE действительно прошел боевое крещение и очень достойно себя показал. Что говорить, мне было тепло и комфортно в такую погоду. Не считая открытых рук и лица. Костюм не сковывает движения, дышит. Много карманов. Вставки на попе и в коленах. Большая часть рыбалки сидела или лежала на снегу и нормально. Костюмы Higashi у нас толком еще пока не продаются в магазинах. Надо заказывать в интернете. Цена вполне адекватная, в районе 25 тысяч рублей. Доставка одна-две недели, если не попасть на новогодние праздники, как я. В общем, еще не раз я его покажу вам. Пока, по первым ощущениям, рекомендую. К сожалению, клев был скоропостижный. Хороший. Я поймал дублетом две. Зубаря хорошего. Но сейчас все прекратилось. Рыбы нет. Может еще подойдет. Ждем. А так половили хорошо. Плотника собрана. Фух. Самое лучшее место на рыбалке это дом. Тепло. Ветер не дует. Можно варежки снять. Короче, отрыбачили мы. По-моему, так себе. По полтиннику поймали. Но Санька еще крупняк поймал отборный. Вот. Это самое. Ветер шквалистый. Вообще, вот просто не порывы. А сплошняком дует, дует, дует. Поделку несет. Снег. Ну, где-то минус 10. Я не замерз. Руки замерзли. Руки промокли. Морда замерзла. Вот. Здесь вообще комфортно. Даже на снегу лежал. Это самое. По... Вот. Не сковывает движение ни капельки. И тепло. В этом плане... Мне костюм понравился. Прям. Вот. Реально понравился. Вот. Что. Нарта, конечно, мозг вынесла. Она тяжелая. Бедный стелс. Таскала ее. Ну, в среднем ехали 25 км в час. Конечно, медленно. Расстояние большое. 15 км в час. Вот. Видимость нет никакой. Заезжали куда-то. Терялись. Блин. Вообще непонятно куда вы уезжали. В тундру. Телефон доставали по maps.me. Находили направление. Возвращались обратно. В этом случае, ребят, тяжело говорить. Блин. Обмерз весь. Это самое. Это самое. Телефон, когда в кармане есть. Или навигатор. Хотя бы он вас в такую погоду может сориентировать. Вот. Тяжело ехали. 25 км в час. С нартой. Но. Я вот в прошлый раз один мотался. За это же расстояние даже больше смотал 5 литров бензина. Сейчас мы там литров 8 спалили. Но тащит. Самое главное. Где мы хотели побывать, там побывали. Рыбки половили на горелом, на длинном. Это самое. Все хорошо. Без приключений вернулись назад. Все. Сейчас будем корешку жарить. Готовиться. Раздеваться. Сушиться. Завтра второй день. Второй день нас встретил красивейшим расцветом. Пойдемкой небольшой, но назойливой. Мы поехали практически тем же маршрутом. Уже без нарты. И просто вдвоем на третчиках. По рыбалке та же история. Там штучка, там две, там одна. Ничего выдающегося. Ну что, второй день нашей рыбалки. Мы на горелом. Где вчера немного поклевала рыбка. Сегодня намного хуже. Ну сколько? Семенович, наверное, десятка, два выпал, да? Полтора максимум. Полтора. Ну и я. Столько же. Но у меня размерный ряд поменьше. Хотя есть и крупненькие зубальки на засол. Видимость сегодня нормальная. Ветер примерно такой же. Солнышко. В принципе, погода достаточно комфортная. Ну, руки мерзнут, конечно, от ветра. Поземку тащит. Сегодня мы без нарты тяжелой. Вдвоем просто на третчике. Нормально, едет себе хорошо. Вот. Сейчас еще полчасика-часика будем в обратный путь двигать. В воскресенье же домой надо. Что могу сказать? Один раз тырочек у нас вчера. Опять рулевое управление сломалось. Руль. Ну я потом покажу, на самом деле. У меня такой случай был на даче. В остальном все нормально. Чфу-чфу-чфу. По костюму вообще великолепно. Видите, на снегу лежу. Карманы. Не продувается. Я доволен. Да. Вот. Что еще? Ну, ноги подмерзают немного. Ну, это потому что мы сегодня вообще налегке без стульев. На коленках стоишь тогда вот. Ноги не движутся. Подмерзают. Что еще? Ну, хочется, конечно, хорошей рыбалки. Наклев на месиво, на жор нарваться. Но в этом году как-то пока не судьба. Что новогодние праздники мы ездили. 10-20 штук. Что сегодня 15-20 штук. Мы не унываем. Я думаю, рыбалка в этом году еще вся впереди. Своё наловим. Ну, а это посолю. Ладно, до новых встреч. Пишите в комментарии, что вам показать, рассказать. Увидимся. Пока-пока.